У нас будет хорошая площадка новая. И там можно будет играть в футбол. А как вы ее себе представляете? Что там будут горки разные и футбольные стадионы, например. Партийный проект «Единой России. Городская среда» набирает обороты. Во главе угла пожелания жителей. Для воплощения в жизнь своих идей достаточно организовать совет дома, выбрать председателя, нарисовать или сделать на компьютере примерный план будущих построек и отправить эту заявку в общественный совет проекта. Основная задача этого проекта – именно инициатива наших жителей. Чтобы жители сами пытались, хотели бы увидеть, как у них будет благоустроен двор. Поэтому и партия, конечно, здесь будет поддерживать все эти направления наших жителей. То есть мы будем слушать именно только жителей, как они хотят. И на каждом этапе работа уже будет контролироваться общественным советом. Что из себя представляет эта структура? Непосредственно исполнители – это Министерство России. Далее экспертизой и отборкой их проектов занимается общественная комиссия. Ну а непосредственный контроль за выполнением проекта осуществляет общественный совет. В общественный совет в городе Ланде входят представители различных сфер. Это те, кто непосредственно либо имеет отношение к нашей комфортной городской среде, либо заинтересован в ней. Действительно комфортную среду придумали жители дома 46 на проспекте 50-летие октября. Наталью Третьякову, председатели совета дома, исполнители проекта отметили как пример для подражания. Именно они, одни из первых, увидят новый двор. Что будет вот в этом дворе у вас? В этом дворе, значит, в центре игровой площадки, детской площадки будет игровой комплекс для детей с горкой. Ксиловского производства, безопасный для здоровья наших детей. Дальше, ниже, значит, у нас проблема была неасфальтированная дорога, проблема с контейнерной площадкой. Всё это благоустроится. Появится парковка на четыре автомобиля и озеленение, зелёное насаждение. Уже в конце этого года в 74 дворах Улан-Удэ появятся новые детские площадки, пешеходные дорожки и всё, что смогут придумать сами жители. Срок окончания проекта в России – 2022 год. Илья Бельков, Виктор Горновской, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.